Нам пришло письмо от учеников 2-го класса поселка Ягодного, Ягодинской школы. Открываем? Да! Воспитанники детского сада номер 12 распаковывают посылку. Обмен почтовыми отправлениями с образовательными учреждениями из разных городов России и стран СНГ «Новая практика». Она внедрена после вступления в сообщество «Живые письма дошкольников». Организовала его коллега у райских педагогов из Тюмени. Сейчас в сообществе тысячи человек. Эта технология называется посткроссинг, когда дошкольные организации обмениваются письмами друг с другом и рассказывают о том городе, о том регионе, в котором живут. Коллектив 12-го сада к участию в такой программе подошел основательно. Взрослые и дети совместно разработали игру-ходилку «Прогулка по городу Ураю». К тому же дополнили ее аудиогидом. Наведя телефонный QR-код, можно получить информацию о достопримечательности первооткрывателя Шаимской нефти. Памятник первооткрывателям Забодной Сибирской нефти. Находится на площади первооткрывателя. Памятник из кованой меди установлен в 1977 году. Посредством этой игры путешествуют по Ураю дошколята из Адыгеи в Петербурге, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. Тоже знают город, где нашли первую нефть Западной Сибири. Урайцы отправили туда не только письма, но и сувениры. Мы совсем недавно отправили посылку. Не только мы делимся живыми письмами, но и посылками, сундучками народных промыслов. Мы приготовили посылку в город Санкт-Петербург с особенностями нашего региона. Например, мы отправили частичку нашего черного золота. Это колбус нефти, шишки кедровые. Также мы своими руками изготовили оленя, образы оленя из мха. Урайцы уже получили ответ. Сегодня малыши примеряют платки с изображениями эрмитажных котов, рассматривают и пробуют пряники из северной столицы и хорошо знают историю и особенности тех городов, что участвуют в проекте «Живые письма дошкольников». Мы узнали о Санкт-Петербург. Нам отправили пряники с котами. Там еще были платки с котами. Участие в сообществе «Живые письма дошкольников» получило развитие. Урайца прогулки по городу дополнили элементами, которые помогают развить эмоционально-образное и логическое мышление, сформировать представление о математических понятиях, звукобуквенных явлениях. Этот материал педагоги 12-го детсада уже презентовали на телемосте с более чем 10-ю российскими городами. В прямом эфире дети проигрывали эту игру, выкладывали по схемам наши достопримечательности нашего города, слушали аудиогид, где была информация, проговаривалась информация для детей. Такой подход к образовательному процессу в дальнейшем поможет малышам из разных городов России гордиться своей родиной и лучше знать историю народов и регионов страны. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Наши города.